Девушки отдыхают Привет всем геймерам! Сегодняшний обзор мы бы хотели посвятить последней версии Fall of Duty, которая буквально 4 дня назад появилась в официальной продаже, в том числе версии для ПК. В данном обзоре мы бы не хотели много говорить, хотелось бы построить какой-то диалог с вами, а именно мы интересуем ваше мнение, что вы думаете об этой игрушке, у кого она пошла, у кого тормозит, сколько показывает FPS, на каком разрешении, потому как хочется обладать объективной информацией, например, в нашей группе постоянно спрашивают, продайте нам компьютер для Battlefield 4, хочу на максималке ультра настроить и то-то-то-то-то-то, хочу видеть столько FPS. Откуда мы можем знать, что столько FPS должно показаться в конкретной конфидерации, скорая 5, скорая 7 или еще с чего-то. Именно поэтому хотелось бы, чтобы вы нам помогли немножечко, по крайней мере, вот про Call of Duty, если уже есть какие-то данные, и еще до сих пор играть о Battlefield 4, чтобы нам помогли именно с информацией, как вы играете, сколько FPS открыт в таком духе. Соответственно, параллельно, пока будет идти видеоряд, мы будем рассказывать свое мнение, что нам понравилось в Call of Duty, что не понравилось. Соответственно, немножечко я буду вспоминать и показывать Battlefield 4. А вот, кстати, и Battle. Что касается батальных сцен, не могу сказать, что Battlefield 4 проигрывает последнему Call of Duty. Надо перебраться на ту сторону. Готовьте бустеры. Живем только раз. Пошел. Будем проще, тем больше. Да, меньше. Куда палим? Тут свои. Назовите себя. Спасатели из Атмоса. Тема, как у нас дела на юге. Давай в восточный. Воспожий. Вперед. Удачи. За мной. Митчелл, сюда. Давай же, Митчелл. Я сломал руку. Как больно. Ну, тяни. Со своей стороны мы скажем, сколько кадров в секунду получалось у нас в Battlefield 4, в Call of Duty, Advanced Warfare. Мы использовали тот же самый компьютер, абсолютно тот же самый. И с нашего четвертого выпуска мы тестировали GeForce GTX 970. Вот, в принципе, его конфигурация. Как вы видите, это всего лишь Core i5, 8 гигов оперативки в InstaDX. Да, и в наличии SSD диска. И при этом использовалась современнейшая видеокарта пускай-политовская GeForce 970 с 4 гигабайтами на борту. Итак, как и обещали, что у нас получалось по FPS-ам. В Battlefield в темных сценах количество FPS при ультра-настройках на Full HD разрешение у нас провисало в среднем меньше 70 с чем-то. Оно никогда не падало в таких мрачных сценах, когда действительно есть над чем работать в процессоре и видеокарте. В светлых же сценах Battlefield у нас получалось не менее 100. 120, да где-то даже 130. В Call of Duty, сразу скажу, у нас получилось где-то в среднем около 60. 60, 65, где-то, может, 57 падало, провисало. Почему я об этом акцентирую внимание, на этом акцентирую внимание, потому что те, кто еще не играл в Call of Duty, думает играть, не играть, я бы советовал в первую очередь обратить внимание на системные требования какой-то игрушки, а именно минимальные системные требования Call of Duty требуют, чтобы у вас уже был, как минимум, 4-2-1, то бишь 4-ядерный процессор, пускай из старого поколения на 4 ядра. И при этом он хочет, чтобы у вас было не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Далее еще более интересно, а именно рекомендуемые системные требования. Уже вас, производитель, заставляет иметь у себя на борту как минимум DTX 560 Titanium или Redeon 7850. Естественно, должна быть поддержка D-Retex 11, но обратите внимание, процессор, они уже требуют от вас, Core i7 3770 и 12 гигабайт оперативной памяти. Уверен, далеко не у каждого есть такие ресурсы на своем компьютере. Про ультрасистемные требования уколо-путь я даже говорить ничего не буду. Это просто какие-то уже маразматические требования. Вот, кстати, и Battlefield. Вот в этой сцене у нас 120-130 кадров в секунду получалось. Сами видите, что по графике в фатальных сценах не скажешь, что Battlefield в чем-то проигрывает. Также все красиво, четко. Просто не будет вот в таких вот сценках, которые постоянно соединяют одну лицу со второй, не будет вот этой шикарнейшей лицевой анимацией, которую вы уже видели и увидите чуть позже. Я, кстати, не совсем понимаю, зачем в Полу-Вдути они пригласили Кевина Спейси. Использовали его вот этот типаж. Да, он актер. Уграю ему сниматься в фильмах. Зачем его в игру посовет потащили? То ли после провальной предыдущей версии в Полу-Вдути, то ли просто хотели сразу слюбить Баба. Это, кстати, вот для меня минус, на мой взгляд, потому как с появления Кевина Спейси и вот этой вот хронологии событий в Полу-Вдути она будет на мысль о том, что смотришь какой-то фильм. Понимаете? Вот я к чему? Много ли фильмов, если не говорить про иронную судьбу, которые вы можете часто пересматривать, хотя бы раз в год? У меня нет ощущения, что когда я пройду всю игру в Полу-Вдути, у меня вот тут же появится желание пройти ее еще раз. Совершенно такого вообще нет, даже наоборот. Мне кажется, вот тут вот немножко создатели промахнулись. В Battlefield как-то вот такого не было ощущения. Ты играешь, 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 играешь. Идешь налево, идешь направо. Когда я начал играть в Полу-Вдути, мне не понравилось то, что чуть-чуть ушел влево-вправо, просто чтобы осмотреться. Тебе говорят, задание провалено, возвращайся на базу. Начинаешь стрелять, не разобравшись по противнику, а кажется, это твой, и тебе тоже говорят, миссия провалена, ну-ка, давай по новой. В Battlefield такого я не замечал. Играешь, играешь, и что хочешь, идешь нам вокруг здания, ищешь, пытаешься что-то найти интересное, заценить какую-то графику. Класс, все в порядке. Но я советую еще немного повозиться, чтобы все откалибровать. В Полу-Вдути несколько прямолинейно. Ты идешь по сюжету, следуешь за конкретно этим чуваком, смотришь, как дерутся его друзья, не друзья. То есть, есть какая-то вот хронология, и ты должен вот идти примерно вот по сюжету, и это немного напрягает. Как, кстати, это вот у вас, я не знаю, очень хотелось бы услышать, что вы об этом думаете. В пользу Battlefield, с моей стороны, говорит о том, что даже рекомендованные требования, они позволяют гораздо большим пользователям лицезреть эту игрушку, гаматься в нее днем и ночью. В едином ролике дела не будем, потому как поклонники Battlefield и так прекрасно знают возможности графики и движка этой игрушки. Но вот для поклонников Call of Duty, особенно те, кто еще не видел, мне кажется, за эти бисмножки мы успели нарезать, вы уже смогли убедиться, что графика действительно, действительно шикарна. Очень, кстати, понравился звук. Помогите нам, что понравилось вам, что не понравилось. Тянет, не тянет. Пишите, комментируйте под видео или в группе. К тому, как буду. До новых встреч. Увидимся в нашей футболе. Пока. Второй раунд. Субтитры подогнал «Симон»